Еврейские погромы Советы сражались за завоевание революции и на севере страны. В тот же день в Питографский совет были доставлены известные монархисты, среди которых были придворная Фрейлина Вырубова и сотрудник охранки Моносевич Мануйлов, отпущенные Керенским за границу. Задержали и повторно арестовали их опять-таки члены Совета, на этот раз Гессингфорстского. Советы, как центры готовящейся пролетарской революции, становились реальной альтернативой диктатуре эсеров и меньшевиков, что было озвучено 14 октября на учредительной конференции Питоградской окружной организации РСДРП. Там же было сказано, что для победы этой революции требуется решительный разрыв с буржуазией. Объединить социалистические силы для борьбы с ней, навести в стране порядок и в конце концов установить советскую власть, осуществлять которую, по мнению Ленина, высказанного в написанной 14 октября брошюре «Удержат ли большевики государственную власть» должна была РСДРПБ, но только намечавшийся Второй Всероссийский съезд Советов. До того момента, когда на нем было объявлено о победе Великой Октябрьской социалистической революции, оставалось 24 дня.